Алексей Владимирович Саматеев. Аплодисменты. Кто-то, кто в Мурманске год назад был. В Мурманске все из разных городов. Отсюда не ездили, да вы? Нет. В Мурманске. А потом, значит, уходят. Они в Горск, Киевск. Когда начинают там название, наверное, 15 или 20 разных упокойского полуострова. Ну что ж, значит, тем лучше. Значит, мы увидимся сейчас впервые. Вот. Я в восторге, если честно, от вашей погоды. Я обожаю зиму. Сегодня утром я шел по Ромозду и в Москве. Где-то плюс 7 градусов. Какой-то дождь. Смок такой висит. Вот. А тут так классно. Значит, я хочу с вами обсудить, ну, такие серьезные вещи. То есть, я предполагаю, что... Ну, мы как бы... Не то, что в математике у нас есть там цикл лекций. Но мы поговорим о числах. Серьезные вещи – это числа. Что такое числа, да? Числа... Так, сейчас я освоюсь тут. Числа, они, в общем-то, обычные числа, живут напрямую, да? Ну, так. Вы понимаете, да? Что я говорю, о чем я говорю сейчас? Да. Числа, которые ходили в количество, обозначают или там температуру, например. Вот сейчас есть какое-то такое число, которое обозначает температуру. Например, минус 7 градусов, да? Вот. Числа определяют... Ну, везде, где есть какая-то шкала, где люди научились что-то измерять, да? Появляется число. Ну, и когда появляется число, появляется необходимость его как-то записать, к нему как-то обратиться. Ну, то есть там давление или вы мерите, или не знаю, что угодно. Средний доход, если вы в экономике, да? Физика, химия. Любые вообще отрасли науки, вы имеете дело с числом, их как-то измеряете. Ну, и дальше передаете им нормацию в числе. Ну, хорошо, если там нам не нужна большая точность, и нам достаточно написать вот так, минус 7. Ну, какая разница? 7 градусов мороза или 7,5. В сущности, вы надеваете одну другую одежду. Скорее, здесь важны другие характеристики, как ветер или влажность. Вот. Но бывает, что точность нужна абсолютно максимальная, насколько только возможно. Ну, вот какие-нибудь примеры можете привести. В каком случае? Вы будете авиация? А? Авиация? Конечно. Тоже сразу приходит в голову. Или там, когда вы в ракеты или что-то поражаете, если не до его пойма, да? Тоже нужна точность там до метра. Вот. Но вот в авиации, безусловно, да, нужна очень большая точность. Да, вам нужно там какой-то параметр измерить и передать его с очень большой точностью. Значит, как это происходит? Ну, во-первых, вы целое, да, число вот, ну там, целыми шагами смотрите, между какими двумя целыми оно лежит, да? Значит, ну, в нашем случае получилось у нас сколько? Слева 6, да? Справа 7. Значит, информацию, которую вы будете передавать, обычно вы передаете ее тем, что называется десятичная дробь. Что такое десятичная дробь? Это вы раз за разом уточняете. Вот если она здесь, вы пишете 6 точка, да? Что дальше надо сделать, чтобы уточнить информацию? Что вот здесь такое стоит? Расстояние от целого. Вот я верю в следующую цифру. Расстояние... Следующая цифра это... Вот это, да, я как-то должен вот это, да? Десятая часть, да. То есть, значит, десятая часть. Что значит десятая? Я знаю, что вот этот отрезочек... Да, я делю еще на десять частей, что, наверное, мне все очень проще сделать на обычной доске. Вот. Ну, под микроскопом, под микроскопом этот отрезок будет побольше размером, измеряемое значение, которое я должен получить с какой-то максимально возможной точностью. Ну, а в математике, в математике такой народ, что все доводит до абсурда, вообще все, до абсурдного предела. Вот если есть задачи, связанные с... Заходите, вот, во-первых, вот сюда можно сесть точно. Да. Во-вторых, по-моему, вот там еще есть местечко. Вот. И если существуют задачи, связанные с необходимостью очень большой точностью, то математик сразу скажет, перейдем к пределу, и получится точность бесконечная, да? То есть, нужно передать число в его максимальной, то есть бесконечной точностью. Что значит бесконечная точность? Ну, это значит, что, ну, допустим, я передал как-то десятые доли. Сейчас. Побольше надо. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, как бы она попала куда-то там, например, между шесть и пять и шесть и шесть, да? Вот она где-то сюда попала. Ну и дальнейшее уточнение означает что? Сотый. Сотый, да? То есть я вот этот отрезок, вот этот отрезок в свою очередь разбиваю на десяточку одинаковых. И вот огромным микроскопом уже наблюдали его. Это вот десятые доли, я, значит, разбил их на сотые. И у меня вот это вот между шесть и пять там, ну, опять куда-то оно попало. Куда-то попало, в данном случае я написал шесть пятьдесят два. И это еще вряд ли нас устроит, если речь идет там об авиации. Нам нужна еще большая точность. И мы берем еще лучший микроскоп. И сотую часть разглядываем в него как тысячные, да? Ну вот и двухтысячные. И я написываю сюда, например, восьмерку. Ну вот люди долгое время разглядывали таким образом число пи. Отдельная история, как именно они получили все больше и больше цифр, это, так сказать, отдельная очень непростая история, как люди боролись за точность измерения длины окружности, у которой диаметр равен единице. Как они боролись за каждый следующий знак. На сегодня это делается там... Ну, на компьютере просто доля секунды у вас миллиард знаков, да? Но даже если нет компьютера, сегодня есть такие способы получения этой точности, что вы там ручкой за полчаса работаете десять знаков. То есть сегодня задача практически полностью решена. Ну и кто-то помнит, наверное, начало, да? Далее, два... Классу как далеко. Пять и пять. О, дальше пять. Честь. И пять. И еще пять, да. Слушайте, круто, да? Вот. Здорово вы помните число Пи. Далеко. Я вот дальше 926 уже так не уверен, что я вспомнил. Вот насюда я помню. Когда-то я помнил сильно дальше, но постепенно дух как бы старческий мозг атрофируется и отрезается ко мне с числа Пи постепенно. Когда люди просто летят, меня спросят, чего работают и говорят, ну, что-то, наверное, 2-3 где-то. Я точно не помню. Вот. Но это и есть те самые доли, да, все меньше и меньше доли. На самом деле, вот это уже атомный размер. Вот такая доля, сантиметров, допустим, да, или там чего-то, что на такое состояние действуют уже атомные законы, но там перестают быть вообще действуют понятия числа. Нельзя сделать размер, там, кажется, 10-33. Фейнман говорил, что величины меньше, чем 10-33 существуют только в головах у математиков. Что их вообще нет в природе, в принципе, никогда и нигде. Потому что дальше все абсолютно дискретно на этом уровне. Нужна совершенно другая наука дискретной математики и так далее. Но у математики все идеально, поэтому, в принципе, можно выписать сколько угодно дальше знаков, да. Тем более, если мы знаем идеальное определение числа пи, как идеальная окружность, ее длина, да, по отношению к диаметру. Ну, вот мы, значит, соответственно, уточняем, уточняем, уточняем. Теперь первый сложный момент. Ну, такой первый нетривиальный момент, связанный с числом. Что возможно два разных варианта. Вот первая возможность состоит в том, что при каком-то очередном уточнении, какого-то очередного, не знаю, 85-го знака, мы обнаружили, что число в точности попало в одну из таких вот точечек. Вот прямо так и все. Но в физике так не бывает все приблизительно, да. Но вот в такой математике, в которой мы с идеальными образами работаем, это прямая, она идеально тонкая, да. И число это, как называется, материальная точка. Знаете такое слово, да. Материальная точка. Ну, вот. И, значит, соответственно, эта материальная точка может случайно прямо сюда попасть. Ну, и тогда это означает, что вот где-то здесь поставлено вот это 2, и больше знаков у числа нет. Вот, например, мы говорим, что число, нужное нам, имеет такой вид 6.528 тысячных, там еще 720 миллионных и 120, значит, миллиардных, да. Вот его полная длина. И все. Дальше уточнения ни к чему не приведут, потому что число в точности попало на одну из точек деления. Но это лишь одна из возможностей. А другая возможность состоит в том, что до самой бесконечности число всегда будет попадать между, каждый раз. То есть, вот мы берем микроскоп, она опять здесь. Определяем местонахождение, берем микроскоп, она опять здесь. Определяем местонахождение, берем микроскоп, и каждый раз дописываем здесь все новые, 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 новые цифры. И так до бесконечности. Ну, понятно, что просто логически есть ровно два варианта. Если мы взяли материальную точку, материальный прямой, бесконечной точкой, либо она записалась вот таким числом, конечным, раз и все, какой-то минус и закончится. Либо она записалась бесконечным числом. Теперь, пожалуйста, подмерьте руку те, кто может дать характеризацию тех чисел, которые кончаются за конечное количество уточнений. В десятичной системе. А гипотезы? Вот если человек не уверен, но готов искать гипотезу, за гипотезу не будет лить и не будет стыдить. Да? Нет. Но это горячо. Ну, как говорится, в игре, да? Полно горячо. Значит, было предположение, что рациональное. Кстати, а что такое рациональное число? Это число. Итак, что такое? Это нам очень нужно. Сегодня пол лекции будет про рациональное число. Итак, что такое рациональное число? Кто может сказать? Можно представить виде. Виде. Нет, не десятичный. Обыкновенный. Дроби, да. Ну, здесь я должен извиниться перед вашим учителем математики, который вас, конечно, как и в учебниках, учит тому, что дробь надо записать, например, в таком виде семнадцать и две трети, чтобы сверху в дробной части никогда не было больше, чем слизу, да? Вы, наверное, так же рассказываете? Так всегда в школе рассказывают. Когда люди переходят в вуз, и вы так не рассказываете. В вузе, в вузе. Вот высшее учебное заведение, куда вы поступите после школы. Вы вот это число будете записывать пятьдесят три третих и никаких гвоздей. Никогда не будете ничего выделять. Это просто, ну, как бы, выделяют вот эту целую часть только в школе. Вот это то, что, как бы, то знание, которое останется в школе, ну, как бы, в школе и все. В вузе определяет рациональное число, как m разделить на m. Точка. То есть, как целое делить на целое. Ну, в принципе, возможно, что вы себя вам говорили, да, что это будет не в коем случае так будет, а потом будет иначе. Ну, значит, я вам сообщаю, что, я вам сообщаю, это совершенно нормально, это ни в коем случае не претензия, потому что это делается во всех школах, и, в принципе, ну, такое соглашение, ну, и есть соглашение. Но в будущем вы просто имеете в виду, что числа в математике всегда вот так записываются, и все, не парится. Кто там сверху больше, и тот, который снизу больше. Целая деятельность. Но вот что важно. Числа не, например, вот так записать число корректно, а вот, например, вот так, некорректно. Кто объяснит, почему? Да, молодцы, сразу объясняете, почему. Правильно, значит, вам учителя рассказали, да, что есть сократимые дроби. Вы же хороший учителя, конечно. Да, я уже чувствую, что все нормально, даже рациональные числа. Вы знаете, что такое. Значит, все хорошо. Вот, то есть дробь должна быть несократимой. Что значит дробь несократимая? Это значит, что у числителей и знаменателя нет общих делителей, да, с его числителем. Вот, то есть они, если мы будем их на множители раскладывать, они будут раскладываться в произведения абсолютно различных. Совершенно. Снизу игру. Вот. Так вот, ответ на вопрос про то, какие числа, какие материальные точки имеют конечную запись, а какие бесконечную, все-таки не такой. К этому мы еще вернемся. Это будет ответом на некоторый другой вопрос. Так. Следующие попытки. За попытки мы не бьем. Итак, какие числа выражаются конечной, десятичной дробью? Какие числа в терминах вот такого вот M разделить на M? И сократим его. В каком случае, когда M когда-то делится на M? Когда начинаешь делить, да? Ну, я, кстати, понимаю, о чем ты говоришь. То есть, имейте в виду, что мы, например, берем, там, сто семьдесят семь. И делим на, например, сто двадцать пять. Давайте попробуем провести эту операцию. Что у меня получится? Один. Сто двадцать пять. Что там? Пятьдесят два. Пятьдесят два. Пятьдесят два, но это будет... Да, пятьсот двадцать, да? Так. Значит, пятьсот двадцать делить на сто двадцать пять, это что? Четыре четырёх. А если подальнее? Четыре четырёх. Сколько? Пятьсот. Пятьсот. Двести. Двести. Один. Семьдесят пять. Так, значит, тут сто двадцать пять. Семьдесят пять. Семьдесят пять. Пятьдесят, шесть, все, то есть это когда-то разделилось на это, как Гоша правильно в общем-то заметил, но давайте придадим этой фразе точный смысл, что мы делали каждый раз здесь. Делили. Ну делили, а вот когда в остатке, мы брали остаток, правда, когда мы делим, мы берем уже остаток. И у нас на десять. Да. Значит, при домножении на десять, в конце концов, получится... Да. Ну вот это означает, что, может, m на m не делится, но десять m, ну или хотя бы сто m, или хотя бы тысяча m, да, мы каждый раз добавляем нолик, правильно, к этому. По сути, мы просто выращиваем здесь ноли у учислителя, и вот в какой-то момент уже на целое разделится. То есть утверждение такое, что конечные дроби, десятичные, это такие дроби, у которых числитель, будучи умножен на какую-то степень десятку поделится на знаменатель. а теперь внимание, числитель и знаменатель, как вы уже заметили, какие? Рациональные. Взаимно-простые. Взаимно-простые. А если произведение вот этого числа и этого делится на это, и эти числа были именно простые, вы, наверное, знаете, что в этом случае? Знаете? Ну, и это означает, что если все-таки сокращаются, то что? Вот у меня одно число и вот другое. И это произведение разделилось на вот это, но вот это и это взаимопростые, тогда с этим сократилось что? Вот это, да? Ну да, то есть 10х делится на n, при некотором n. Вот и есть ответ точно. То есть точный ответ такой, конечная запись вводит у таких чисел, у которых в несократимой записи знаменатель делит 10 в какой-то степени, но это для десятичной системы счисления. А знаете ли вы про другие системы счисления? Да. Для двоичной знательной информатики, правда? Да. Знаете такой анекдот? Если бы у вас была информатика, то вы должны уже оценить анекдот. Анекдот математический, номер один. Люди, все люди, делятся на ровно 10 типов, а именно те, которые знают двоичную систему, и те, которые ее не знают. Так, кто понял, о чем речь? Что такое 10 двоичной системы? А это два, да. То есть этот анекдот, его надо читать в двоичной системе. Вот. Это математика. Есть несколько анекдот. Анекдот номер один, а номер два про математику. Про номер два я, может быть, расскажу. А вот номер два, он очень смешно и не пристойно, но может в конце. Так. Значит, итак. И так, и так, и так. Мы выяснили, какие числа имеют конечную запись, остальные, соответственно, имеют ее бесконечной. Теперь вопрос. Как еще можно, вот если она бесконечная, то про нее тоже можно задать уточняющий вопрос. А вот какой уточняющий вопрос про бесконечную. То есть, если числитель не является делителем 10 в какой-то степени, то дробь будет бесконечной. Ну, легко понять, что обратное тоже верно. То есть, мы сейчас что доказали? Что если у нас делит вот это число, делит 10 в какой-то степени, то это будет какая-то конечная запись. Ну, обратное очевидно, потому что если у меня есть какая-то конечная запись, то просто предумножение на 10 вот в такой вот степени, эта запись превращается в целое число. Поэтому тоже написано равно вот это длинное целое число, делит на 10. Поэтому это как бы, это характеризация полная. В одну и другую сторону. Тогда и только тогда. Число. Рациональное число имеет конечную запись в десятичной системе. Тогда и только тогда. Когда оно. Но, когда оно в нескорбливой записи, обладает тем свойством, что знаменатель делит десятку не трест. Так. Ну, наверное, понятно, что в двоичной тоже можно сформулировать такой же результат, да? Например, в двоичной. А что значит двоичная? Значит, я беру интервал на один, да? Ну, ограничимся там числами между нулём и единицей. Потому что если они более длинные, просто вначале нужно будет написать целую часть, а потом уже начинаются дробные. То же самое будет происходить. Только я каждый раз ровно на два участка делю. Ну, и там, например, вот это вот что за число, как вы думаете? Или, может быть, вы знаете? Вот такое бесконечное число. Записал? Да, зацикленное. Нет. Это не может быть число Пи по некоторой очень сложной теореме, о которой вы узнаете в УЗЕ. А знаете, ну хорошо, давайте я сформулирую её, но она не будет понятна. Теорема. Число Пи является трансцендентным. Но на самом деле достаточно даже, что оно не является рациональным. То есть оно не рациональное. Но уже и это очень сложно. Ну, об этом чуть позже. То есть я сейчас пока ещё не привёл некоторую удобную характеризацию именно рациональных чисел. Пока я привёл удобную характеризацию чисел, которые имеют конечную десятичную запись. Это числа, у которых знаменатели делят десять в кат. Ну, а давайте поймём, что всё то же самое верно для двоичной системы, только там два в кат. То есть если вы делите на два в кат, то у вас будет конечная запись. А если на что-то другое, то бесконечная. Ну, например, давайте посмотрим, чему вот это вот равно. Как вычислить, чему это равно? К какому числу в обычной системе записанному? Ну, и к какому числу, ну, там, рациональному и рациональному, какому-то числу. Как это вычислить? Это на две степени. А, и просуммировать, да? Да. Один метод такой, да, кстати. Давайте, да, можно. Давайте сделаем эту, решим эту задачу двумя разными способами. Первый вот такой. Значит, пишу. Что это такое? Если это единица, следующий отвечает за одну вторую, да? Следующий за одну четверть. И одна как раз на единицу. Потом одна восьмая на 0 умножается, одна шестнадцатая на 1. И ясно, что, в общем-то, речь идет о выражении 1 четверть, то есть одна шестнадцатая плюс одна через 1 прыгаем. Что там дальше? 64. Угу. 126. Нет, 256, да. 126. 124. И так далее. Как это записать? А умеете с прогрессиями? Нет. Еще нет, да? Кто там, да. Ну, кто-то умеет, конечно, по-моему, по-моему. Ну, давайте. Ну, да. Давайте я покажу фокус-мокус. А почему так можно делать, это вы узнаете позже. Хорошо? Ну, пока фокус. Ну, смотрите. Сейчас я сделаю то, что на самом деле математики запрещается. Вот это бесконечная сумма. Бесконечная сумма. В математике иногда есть бесконечные суммы. Ну, вот, что нельзя делать без какого-то специального, без каких-то специальных оговоров. Это бесконечными суммами обращаться как с конечными. Ну, вот, например, здесь я взял и вынес одну четвертую за скобку из всей бесконечной суммы. Да? И что у меня вместо одной четвертой получилось? 1,8. Нет, нет, одна четвертая. А следующий? Одна четвертая. Так. Одна четвертая. Вот. Одна четвертая. Короче, понятно, что в скобках стоит почти то же самое, что здесь. Да. То есть, если мы верим, что эта сумма имеет какой-то конечный размер, это не сложно там, это, в принципе, не очень сложно доказать, что вот эта вот штука, она куда-то суммируется в какое-то число конкретное. Конечная, не бесконечная. То есть, бесконечная сумма иногда бывает конечным числом. Ну, как одна вторая плюс одна четверть плюс одна восьмая плюс одна шестнадцатая плюс одна тридцать вторая и так далее. Ясно, что равна единице. Но, по крайней мере, даже если это не сразу ясно, ясно, что эта бесконечная сумма, она не больше никогда единицы, потому что каждый раз добавляешь что-то, вы никогда за единицу не перепрыгиваете. То есть, некоторые бесконечные суммы равны каким-то конкретным числам. А некоторые бесконечные суммы ничему не равны. 1 плюс 1 плюс 1 и так далее бесконечное количество Бесконечность. Ничего другого нельзя сказать. Она убежит сколько угодно далеко. А вот эта не убежит. Ну и довольно просто понять, что это еще меньше, чем вот эта. Значит она тоже куда-то недалеко убежит. Недалеко. Ну давайте тогда обозначим ее за х. И тогда у меня составляется уравнение, очень прикольное на эту х. Итак, вот у меня х. И это вот эта сумма. 1 четверть плюс 1 шестнадцатая плюс 1 шестнадцатая и так далее. Но если я вынесу из этой х, если вы мне поверите, что в данном случае это можно сделать. Я вынесу одну четверть. Это что у меня получилось в скобках? Один плюс. Молодцы. Именно так. Значит х удовлетворяет написанному уравнению. Но написанное уравнение вы точно умеете решать. Решаем. Домножаем на 4, да? 4х равно х плюс 1. 3х равно 1х. Это одна треть. Итак, вот это бесконечное число в двоичной системе это просто хорошо знакомая нам одна треть. А в троичной системе чему равна одна треть? Как ее записать в троичной системе? Одну треть. В троичной системе. Ну, как бы вот в этом виде. То есть я фиксирую, что первое целое число, не превосходящее ее только ноль. Один уже больше. Дальше делю на три части и смотрю, куда она попала. О! Она прямо сюда попала. Наш следующий знак равен единицы. И все. И все. И приехали. То есть вот это в троичной системе равно вот этому в двоичной. Вот смотрите, как интересно. Длина десятичных дробей прыгает от бесконечности к конечной величине в зависимости от того, какая система исчислений. Ну и собственно это невидимительно, если мы договорились, что в данной системе исчисления дробь будет иметь конечный вид. Вообще число будет конечный вид иметь. Тогда это когда. Когда оно во-первых дробь, во-вторых числитель делит вот этот вот показатель системы в какой-то степени. То есть если троичная система, то три в кадре. Если двоичная, то два в кадре. Если десятиричная, то десять в кадре. То есть конечная запись, она варьируется от того, в зависимости от того, в какой системе исчисления вы работаете. Но есть нечто общее у записей в любых системах исчисления. Что-то общее будет у одной трети, записанной в троичной, в двоичной, в десятичной. Кстати, как в десятичной будет записана одна треть? 0, 0, 3, 3, 3, 3, 3. Да, и дальше. В бесконечности тройка. Иногда вот так записывают. Знаете, да, когда используете. Вот. Так вот. Она очень по-разному записывается в разных системах. И некоторые из них конечные в некоторых, да, системах, а некоторые бесконечные. Но что-то у них есть общее. 0. Ну, да, 0 в начале. А еще. Цикл. Цикл. Отлично. Именно так. Значит, смотрите, что общее. Здесь цикл, ну, как бы просто 0 в периоде дальше. Можно считать это, ну, как бы, вариантом цикла, в принципе. Здесь цикл 0,1, здесь цикл 3. Итак, дробь зацикливается. 1,3 зацикливается в любой системе счисления. А π не зацикливается ни в какой системе счисления. Что, впрочем, довольно сложно доказать. Вот так вот взять и доказать это невозможно. Это очень длинный процесс. Но вот я хочу сейчас, собственно, сформулировать теорему. Теорема выглядит так. Число зацикливается в одной какой-то системе счисления. Зацикливается, но при этом конечное, и это тоже зацикливается. Это как бы 0 в цикле. Т.е. мы включаем в случае конечного, в случае циклического. зацикливается в одной системе счисления. Тогда и только тогда, когда оно зацикливается в любой другой. Знаете, такой значок? Любой. Матиматический значок. Перевернутый А. Любой другой. Ну и вот здесь я продолжаю. Тогда и только тогда, когда это число. Ра-ци-мо-нально. То есть n делить на n. Вот такая теорема. Так, как тут? Какая-то хитрая кнопка, и всё стирается, да, сразу? Как тут делается? У нас границу это вправо. Вот назад. Ой. А, ну да. Назад тоже есть. А. Такая игрушка классная у вас стоит. Я в Москве так их не видел. На самом деле видел, но далеко не везде. И вообще видел в разных городах, но обычно они не работают. Они как бы на них закрыты. Написано прикасаться строго запрещено. Иначе выберем из школы, потому что она очень дорого стоит, она отвечает за него, поэтому сразу. Даже как привезти с прибора. То есть рефиничность. Привезти с фрагментный прибор, и главврач говорит, если кто коснется за него, сразу выгонит из работы. Ну, потому что она отвечает головой за этот прибор. А если коснется, то сразу сломаешь. Ну ладно. Так, это так, это всё прогоны были. Но, тем не менее. Значит, это теорема. Собственно, основная теорема про задание.